Всем привет! Что вы видите, глядя на этот дом? Ну, в частности, на это крыльцо. Я, например, вижу, что это потенциальная большая грядка. На которой можно выращивать, не знаю, зелень, клубнику, может быть, какие-то небольшие другие растения. Сейчас я попробую облагородить это крыльцо и превратить его в полезную площадь. То есть в планах, если можно видеть, между перилами, там находится короб. Соответственно, сейчас я буду устанавливать здесь Deep NFT и буду подключать это дело и покажу вам финальный результат. И, возможно, уже завтра я привезу сюда растения, которые будем высаживать на это место. Так, смотрим. Так, продолжаем, значит, постройку Deep NFT системы для друзей. Как можно видеть, здесь вот закреплен короб. В данный момент просто одна стяжка. И здесь вот находится шланг для подачи раствора. Соответственно, вот короб, в котором будет раствор. Сейчас будет производить тестовый запуск и посмотрим, справится ли 12-вольтный насос. То есть это та самая наша любимая маленькая 12-вольтная помпа. Народная. Вот, можно ее видеть. Соответственно, вот здесь вот в левом углу можно видеть это слив. Слив из короба, который будет осуществляться вот отсюда. Ну, так вот выглядит вся система. Питание подводится отсюда. То есть я здесь буду подавать 12-вольт. А вся установка находится, получается, под крышей. И вот эта вот сторона, то есть отсюда вот так вот это все. Ну, то есть это южная сторона. Солнце сходит вот с той стороны. Потом по южной стороне движется так и заходит там. То есть здесь, предположительно, вот сейчас, наверное, сколько? Четыре время полчетвертого. И здесь до сих пор солнце. То есть летом здесь очень жарко. А вот до, наверное, июня, до середины июня, мне кажется, здесь будет просто великолепно для, именно, для зелени расти. И вот здесь вот можно видеть посадочные места. Мне кажется, что я могу еще несколько отверстий. То есть это было для клубники. Для салатов, наверное, можно сделать немножко менее, как бы побольше дырок. Меньше пространства между отверстиями. Да, тут планируется салат и укроп, кинза, щавель, я не знаю, крест-салат какой-то там, я не знаю, всякая разная-разная-разная зелень. Сейчас буду делать пуск и посмотрим, получится или нет. Ну что же, вот, в общем, начинаю залив бака. Сейчас будем производить тестовый запуск. Больше всего переживаю, что этот насос не сможет прокачать такой длинный шланг. Потому что здесь получается, наверное, два, около трех метров. Хотя уровень подъема, как бы высота подъема у этого насоса почти три метра. В общем, будем смотреть. Надеюсь, что все получится. Потому что не хочется ставить сюда большой насос, который на 18 ватт. Потому что, ну, по-моему, для такой установки это будет слишком много. В общем, ждем, пока бак заполнится и произведем тестовый запуск. Итак, в общем, все подключил. То есть здесь подключил 12 вольт. Здесь этот провод привел от розетки. Соответственно, здесь подключен насос. Вот здесь, соответственно, от насоса идет 8-миллиметровый силиконный шланг, который я просто вставил в уголок. Неожиданно, но работает. И теперь мы производим первый тестовый запуск. Итак, включаем. Смотрим. Насос включился, работает. Шумит, напрягается. Но вроде качает. Сейчас посмотрим, что же происходит у нас в коробе. Друзья, по-моему, это успех. Раствор подается. Можно видеть, что пошла вода. Пока идет вода именно, не раствор. Но отлично. Протечек нигде в данный момент я не вижу. Соответственно, будем ждать, пока наберется вода. Вода до этого уровня. И начнется слив. И будем смотреть, как происходит слив. Нет ли здесь подтеканий и все ли хорошо. В общем, мне кажется, что это удача. Это хороший знак. И у нас все получится. В общем, продолжаем смотреть. Итак, вот финальный результат. То есть, все работает. Все подключено. Я закрепил этот короб, значит, еще тремя стяжками. Можно видеть здесь, здесь и вот там. Соответственно, стоит бак с питательным раствором. Отверстие сверху буду заделывать, чтобы не было комаров. Все подается, работает отлично. И вот теперь бак вообще, в принципе, практически нереально сдвинуть. Еще немножко подтянуть и будет вообще отлично. То есть, все очень хорошо закреплено. И, как мне кажется, прямо это очень хорошее, удачное место для зелени. Если какие-то будут вопросы у, соответственно, HOA. HOA это такая ассоциация, которая следит за, соответственно, домами, за улицей, за прилегающими, значит, территориями. И иногда они говорят, что нельзя там, например, вешать лампочки какие-то, ставить какие-то вещи. Но в целом, пока дизайн подходит и похож на грядку, есть все-таки надежда, что HOA не будет против и мы сможем оставить это так. Если же будут у них вопросы, то мы немножко это все дело переделаем. Сделаем более, значит, опустим короб туда вниз, так, чтобы короб не было видно. То есть, на данный момент это все выглядит вот так. Да, то есть, уже, наверное, завтра я привезу растения и мы загрузим все эти растения в установку. И, соответственно, будем смотреть, как что будет расти. Как еще раз говорю, здесь солнца много. И при этом эта установка находится под крышей. То есть, в принципе, дождь здесь не страшен. Я думаю, что должно получиться очень круто. Это технологическое отверстие, я его закрою. Соответственно, здесь будет крышка. И у нас получилось в итоге раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Девять посадочных мест, то есть на девять разных растений. В данный момент предполагается, что, наверное, три-четыре салата. Две кинзы, два укропа и, возможно, еще что-то будет в самом конце. В общем, я больше чем уверен, что такой установки должно хватить на семью из трех-четырех человек. И этого даже будет много. А что вы думаете по поводу этой установки и по поводу тех растений, которые мы планируем посадить? Пишите в комментариях. В общем, давайте смотреть, что как будет расти. Всем спасибо большое за просмотр. Ставим лайки, если это понравилось. Пишем комментарии. В описании будет ссылка на мой телеграм-канал. И будет ссылка на телеграм-канал Поникс, где вы можете узнать больше про гидропонику, о гидропонике, как начать, с чего начать и что можно выращивать в принципе. Всем больших вырожаев. Пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова